МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии первого карганинского новости. Для вас работает Саят Балмакаев. В начале выпуска коротко о главных событиях этого дня. В Карганинской области поддержат около 200 стартап-проектов. Государственная поддержка обеспечила развитие малого и среднего бизнеса. Житель Балхаша спас из огня двух детей. По предварительной версии причиной возгорания стала детская шалость с огнем. Робот-мышь в лабиринте ищет сыр. В детском саду Одарешка прошел первый открытый городской турнир по робототехнике среди дошкольников. В Карганинской области поддержат около 200 стартап-проектов. Государственная поддержка обеспечила развитие малого и среднего бизнеса. В настоящее время наблюдается самый большой показатель роста за последние годы. Об этом шла речь на заседании областного акимата. В Карганинской области государственная поддержка обеспечила развитие малого и среднего бизнеса. В этой сфере сейчас наблюдается самый большой показатель роста за последние годы. Объем производства вырос более чем на 21%. Количество действующих субъектов на 6%. Рабочих мест стало больше на 6,5%. Показатель количества зарегистрированных субъектов МСБ отражает активность новых участников в бизнесе. На областном уровне обеспечен его рост на 1,7%. Это обусловлено в первую очередь расширением микрокредитования по программе массового предпринимательства. Стали более доступны микрокредиты по программе массового предпринимательства. В прошлом году в области выдали 1245 микрокредитов. Большая часть из них через аграрную кредитную корпорацию и фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. Стоит отметить, что это положительно отразилось на развитии сельского хозяйства. По итогам прошлого года карагандинские аграрии достигли неплохих показателей. Увеличен объем экспорта мясной продукции. В нынешнем году планируется увеличить объем производства. В отрасли растений и водствах это будет достигнуть за счет увеличения площади посева зерновых культур с учетом диверсификации на 53 тысячи гектаров. А также будет увеличена площадь орожайных земель на полторы тысячи гектаров. Основной рост дополнительной продукции будет получен за счет повышения урожайных сельскохозяйственных культур. Вот рост производства будет обеспечен за счет увеличения поголовья скота. Будет приобретено 10 тысяч голов импортного скота, 15 тысяч голов мелкого рогатого скота, а также создано 10 молочно-товарных ферм и будет построено 4 отпорочные площадки крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота. И относится на фермер на 500 голов, который позволит загрузить мощность переработающих предприятий. Во многом рост производительности сельского хозяйства достигнут за счет внедрения точного земледелия в рамках программы по цифровизации. Глава региона Ерлан Кушанов отметил, что данный проект необходимо внедрять повсеместно. В нынешнем году на реализацию четвертой социальной инициативы главы государства предусмотрено более 6 миллиардов тенге. Из этой суммы больше 4 миллиардов предназначены для сельчан. Андрей Теном, Анкужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 22 февраля во Дворце культуры горняков состоится отчетная встреча с населением Акима Карагандинской области Ерлана Кушанова. Организаторы заявляют, что принять в ней участие может любой житель области. На очередной ежегодной отчетной встрече глава региона подведет итоги прошлого года. Ответит на вопросы горожан, а также расскажет о планах по дальнейшему социально-экономическому развитию области на 2019 год. Работают специальные ящики, в которых можно оставить свои замечания и пожелания. Они расположены на железнодорожном вокзале и на рынках города. Кроме этого, работает телефонная горячая линия 42-11-90. В обращениях необходимо указывать свои полные данные, адрес и контактные телефоны. Кроме того, накануне отчетной встречи карагандинцы могут задать свои вопросы представителям управлений, государственных учреждений и коммунальных служб. Для этого во Дворце спорта имени Нуркена Абдирова с 19 по 21 февраля проходят Дни открытых дверей. Отчетная встреча главы региона будет транслироваться в режиме онлайн на официальном сайте Акимата Карагандинской области. Она состоится 22 февраля во Дворце культуры Горняков в 15 часов. Житель Балхаша спас из огня двух детей. Пожар произошел в одной из квартир трехэтажного жилого дома. По предварительной версии, причиной возгорания стала детская шалость с огнем. Пожар вспыхнул в двухкомнатной квартире в трехэтажном жилом доме на станции Балхаш-1. В момент возгорания в квартире находились двое детей – четырех и пяти лет. Соседи заметили дым и позвонили в службу пожаротушения. Затем, не дожидаясь прибытия спасателей, Арсентус Упек вызволил детей из горящей квартиры. И вот на втором этаже увидели дым. Я вот через форточку кухни залез, вытащил детей из дыма. Ну, видно-то ничего не было, только очертания детей. Хорошо, дверь на защелку была закрыта, защелку открылась. Если бы на ключ было, пришлось бы через окошко вылазить. Ну, так, увидел, вытащил. Да ничего такого же не сделал. В квартире происходило горение мебели, домашних вещей, дверных блоков. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали горение. В тушении пожара были задействованы 14 человек и 3 единицы техники. Дети в медицинской помощи не нуждались. Были осмотрены прибывшие на место скорой медицинской помощи, бригады скорой медицинской помощи. В квартире произошло горение домашних вещей, мебели, дверных блоков. Общая площадь горения состояла 10 квадратных метров. По предварительной версии, причиной пожара стала детская шалость с огнем. Соседи называют Арсена Тусупека настоящим героем, хотя он признался, что сделал то, что должен сделать каждый человек. Специалисты противопожарной службы в очередной раз призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности и не позволять детям играть с огнем. В общей сложности 10 автомашин получили повреждения в двух авариях, которые произошли 18 февраля вблизи Тимиртау. Главной причиной ДТП стали неблагоприятные погодные условия. 18 февраля в 4 километрах от Тимиртау в снежном заносе застряла автомашина Volkswagen Passat. В нее врезались автомашины ВАЗ-2115 и Лада Приора, водители которых из-за плохой видимости не справились с рулевым управлением. Затем с ними столкнулась грузовая автомашина Mercedes. В результате аварии жертв нет. В городскую больницу обратились два участника дорожно-транспортного происшествия. В этот же день в 50 метрах от первой аварии столкнулись еще 6 автомашин. Департамент полиции Каравиницкой области призывает всех водителей быть бдительными и соблюдать скоростной режим в связи с неблагоприятными погодными условиями. В Каркаролинске подросток нанес ножевые ранения своему сверстнику. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции. 18 февраля в больницу Каркаролинского района с непроникающими ножевыми ранениями был госпитализирован 14-летний подросток. 19 февраля его доставили в детскую клиническую больницу Караганды. Полицейским установлен 15-летний несовершеннолетний, который признался, что в ходе возникшей ссоры нанес ножевые ранения потерпевшему. На данный момент причина конфликта между подростками неизвестна. Установлен 15-летний несовершеннолетний, который в присутствии законного представителя признался, что в ходе возникшей ссоры нанес указанные ранения потерпевшему. В настоящее время проводится досудебное расследование. Карагандистские дошколята играют в роботов. В детском саду «Одарешка» состоялся первый городской турнир по робототехнике. В соревнованиях приняли участие 23 команды из Караганды, Шахтинска, Тимиртау и Жасказгана. Построить лабиринт, запрограммировать робота-мышонка, чтобы он нашел сыр. И все это руками шестилетних дошколят. Впервые в областном центре провели турнир по робототехнике среди воспитанников детских садов. Один из участников – шестилетний Радмир Щербаков. Во время испытания он допустил ошибку, но тут же исправился. У меня робототехника началась недавно, так что я не все очень могу. Я буду учиться, стараться, и у меня все получится, как у самого сильного и умного. Сегодня программа дошкольного образования требует создания инновационной образовательной среды. В последние годы получают развитие использования робототехники, как в школах, так и в детских садах. Программа направлена на приобщение детей к техническому творчеству. В настоящее время в восьми детских садах Караганды имеются наборы робототехники. Робот-мышь предназначен для изучения основ программирования. Да, дошкольники программируют не в компьютере. Они программируют. Робот-мышь предназначен, чтобы программировать просто нажимая кнопки на спинке робота. Но этим самым они все равно изучают основные алгоритмы движения. Вперед, назад, влево, вправо. На этом и построено программирование сегодняшних задач. Организаторы отмечают, что подобный турнир среди дошкольников состоялся впервые не только в Карагандинской области, но и во всем Казахстане. По итогам турнира лучшие команды награждены дипломами отдела образования Караганды и Кубком победителя. А также примут участие в международном фестивале «Роболэнд-2019». Он пройдет в Караганде уже в марте. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Вся необходимая одежда, обувь и детские игрушки, а также канцелярские принадлежности. В Караганде второй год работает социальный магазин «Хадия». Выбрать любую вещь и забрать ее абсолютно бесплатно могут нуждающиеся из многодетных или малобеспеченных семей. Открытие благотворительного магазина – инициатива неравнодушных жителей Караганды, которые реализуют проект «Вещи». Этот проект позволяет каждому проявить милосердие. Магазин расположен на втором этаже рынка Шегыз. Все желающие могут принести сюда одежду, чтобы ее потом отдали нуждающимся. За помощью сюда приезжают люди со всей области. Теплая одежда и обувь, игрушки и школьная форма, постельное белье и канцелярские принадлежности. Но это далеко не все, чем активисты намерены помочь – приобретение угля и даже материальная помощь в аренде жилья. Мы им помогаем снимать квартиру. Сейчас мы сбор объявили, семья у нас Джанья есть. Мы ее уже буквально неделю как объявили. Слава Богу, более активные граждане, бизнесмены начали помогать. Буквально за неделю мы уже миллион собрали. Мы надеемся на поддержку народа и с помощью ему потихоньку, чтобы закрывали вот это, как вам сказать, нехватающее жилье. Обеспечением угля мы тоже занимаемся. Благотворительный магазин работает в тесном сотрудничестве с областной мечетью, которая, кстати сказать, с начала этого года уже провела больше 30 благотворительных акций. Подобные благотворительные мероприятия мы проводим с 2015 года. Нам помогают волонтеры и меценаты. Многодетным семьям, матерям-одиночкам, мы всегда уделяем особое внимание. К примеру, одной многодетной семье после пожара мы построили дом. Все это возможно благодаря неравнодушным людям. Отовариться один раз в месяц здесь могут только многодетные, малообеспеченные и неполные семьи. Для подтверждения своего статуса необходимо предоставить документы на себя и детей. Андрей Теном, Анкужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Тимирталский врач, акушер-гинеколог Людмила Николаевна Чепеленко больше 40 лет трудится в медицине. Мы начинаем цикл репортажей о работниках здравоохранения, посвященной предстоящему Международному женскому дню. Врач-аккушер-гинеколог, ветеран труда Людмила Николаевна Чепеленко работает в медицине с 1975 года. Трудилась в родильном отделении городской больницы. Сегодня работает в 4-й поликлинике Тимиртау. И все это время Людмила Николаевна верна лишь одной специализации. С детства мне нравилась профессия врача, а профессия именно акушер-гинеколога мне нравится, потому что эта профессия дарит людям радость. Когда рождается человек, рождается ребенок, она приносит каждую семью радость. Людмила Николаевна отмечает, что еще лет 5 назад было гораздо больше молодых женщин, рожающих впервые. Сейчас же увеличилось количество многодетных семей. Ну, вы знаете, если раньше рожали, у нас женщины более молодые, сейчас у нас более старшего поколения начинают рожать. Не то, что начинают, а уже продолжают рожать. И в 39, и в 40 лет, в 42 года у нас рожают. А это как вообще? Хорошо или нет? Ну, конечно, женщины хотят быть мамами в любом возрасте. И, пожалуйста, мы им помогаем. Учитывая многолетнюю успешную работу, в 2016 году Людмила Николаевна Чепеленко была удостойна звания ветеран труда. Отдав медицине 40 с лишним лет, доктор Чепеленко и сегодня продолжает принимать пациенток, помогая им обрести настоящее материнское счастье. Андрей Тайна, Иден Жакан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это были все новости к этому часу. Если у вас есть полезная и интересная информация, ждем ваших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова